это первый эксперимент со студийной озвучкой так что не судите строго так намного проще чем делать титры этот прямой эфир будет из сектора на румынской команды поэтому он скорее всего будет на так это сектор 14 давайте посмотрим не стали ребята ну по крайней мере видишь василий халич сейчас смотрит нас не знаю я вижу тех кто сейчас смотрит нашу трансляцию и он сейчас тебя видит ну ну как там дела ну смотря где андрей что это такое 17 16 17 лучше всех но 17 хорошо 16 наш так себе но если ты помнишь что в прошлом году когда ты к нам приходил у нас тоже не было рыбы у нас только одна рыба в мешке но сейчас я поймал только одну рыбу его 800 почему не понимаю я клянусь надел шаров я кормил и кормил ничего не понимаю почему да я вижу на ребята посмотрите забросили уже 400 широк да я бы сам такой и реально похоже на печенье к чаю не знаю что сказать мы работаем работаем хорошо но я кормлю а вот и сосед наш ловит ты понимаешь я понимаю но это штука была здесь да или не привезли с собой не не это было здесь ну то есть оно было там нужно перетащить это понимать не не это было здесь но я в том смысле ну ты понимаешь ну мы закрыли до со всех сторон получилась замечательная палатка вы же слышали мое объявление да да администрация пляжа очень заботятся о нас они не хотят чтобы кто-то получил какие-то повреждения поверь мне никто не пострадает если не будут пить никто не пострадает я помню года два тому назад была какая-то команда с очень фиговой палаткой ну какой-то такой китайской да точно 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 ее просто сложил до ветром они в итоге остались на улице совершенно мокрые реальный облом не но этот тент в полном порядке закрыли со всех сторон я вот думаю может еще с этой стороны его тоже закрыть все будет зависеть от того откуда будут ветер ветер будет идут с юга с юго-востока ну замечательно что он замечательно это же в принципе получается будет дуть конкретно по диагонали ну чем проблема я могу это вот так поставить а ну да точно мне это не мешает да я слышал что и помпе тоже рыбу пойму по моему последние таблицы были три команды без рыбы три команды были без рыбы по моему из этих трех команд кто без рыбы еще кто-то взял рыбу да я видел да это говорит о том что на вечернем взвешении уже все команды будут с рыбой скажем так относительно прошлого года какие-то 24 часа плюс-минус еще что-то мы в принципе сделали результаты прошлого года практически совершенно верно совсем неплохо я очень надеюсь что это сохранить такую же скорость как сейчас обычно самый хороший клёв у нас начинался ближе к третьему дню соревнований а сейчас на этот третий день мы получаем ураган верно будет проблема с кормлением проблема с забросами ну что я тебе скажу мы пробуем пробуем все что только можем попробовать и не без сомнения я знаю о том что вы та группа которая приводит приводит максимум усилий ну да я забрасывал похоже течение уносит весь корм туда ты говоришь о соседях да сосед ловит ну так корме левее файнерман так слева кусты ты шо не видишь да какая разница бросать туда прикормку не бросать туда наживку да какая разница все равно еда уходит в итоге вся моя останавливается у тортиков там он идет он идет зачем ты это делаешь прямом эфире он идет привет где ты шлялся василий ты хочешь присоединиться к трансляциям конечно он хочет но он постарше меня будет ну как это связано с возрастом как раз наоборот более молодые легче входят в это но он тут за все отвечает он капитан тогда почему капитан сидит и лепит шары спроси его почему не молодой но он же должен что-то делать уже не может спать целый день да да конечно даже отдохнуть как человеку не получается все будет хорошо сто процентов тем более что мы знаем результаты первого дня вообще ничего не определяют точно неоднократно наблюдали полный полный переворот в таблице всех результатов все нормально относительно прошлого года этот год все равно намного намного лучше ну почему всегда именно я должен быть этим ну ты понимаешь ну похоже это наверно выбор небес может быть а дочь будет о будет конечно будет и не только дочь будет ураган самая большая проблема в этом урагане это температура как говорят прогнозе температура будет плюс 6 но по ощущениям будет как плюс 2 я понял понимаю что все будет вместе ветер дождь холод это просто будет кайф надеюсь что у вас есть достаточно сменной одежды а чё я должен промокнуть я не понимаю ну как у тебя поклевка у тебя рыба в чем проблема у нас есть одежда дождя но ты же не можешь сидеть в этом целый день закрытых или скажем ночью ты в спальнике на тебя поклевка и ты выскакиваешь ну выскакиваешь на поклевку понимаешь это тоже как бы не так легко ясно сколько во времени будет дождь толком никто не знает говорят что это должно начаться завтра после обеда и продлиться где-то до пятницы но когда конкретно что все время меняется я слежу за вингуру два дня назад было написано что до пятницы будет все время дождь сегодня зашел мне уже показывает 0,1 миллиметра 0,2 миллиметра да да это все время меняется мы будем надеяться на то что все будет хорошо смотри кинер этот большой водоем прогноза дается на круг радиусом где-то в 9 километров и вполне может быть что в твери там будет просто потоп а ты тут будешь сидеть на солнышке греться сто пудов сколько раз была ситуация когда ты здесь сидишь ловишь а вот там вот у тебя идет рядом дождь верно будем надеяться на лучшее просто будьте осторожнее со всеми вещами которые могут полететь не волнуйтесь на мы уже взрослые дети мы приехали полностью готовы замечательно спасибо вам всем и как говорится по-русски ни хвоста вам ни чешуей и как говорят еще чтобы вам всю ночь не спать да пусть так и будет поверь мне я все равно не сплю ночью на каждый тихий писк я вскакиваю ну раз ты не спишь ночью так делай что-нибудь полезное что это за самолеты были ладно мне жена там рассказала что произошло но мы не будем давать эту информацию трансляции разве что-то говорил я ничего не слышал я ничего не говорил спасибо всем кто смотрел и ничего не понимал вы можете сказать пару слов на румынском не стоит слушайте объясните мне эту ситуацию то же самое было и у помпи в прошлом году вы чё свой язык родной забыли секундочку а разве в прошлом году я не говорил на румынском вас буквально клещами нужно вытащить пару слов но если нет клёво то нет и никакого желания говорить ну окей хорошо сейчас ладно сейчас идет трансляция очень мало людей которые возможно понимаем и понимают язык но это останется как запись на фейсбуке и потом кто-то из ваших друзей или родственников войдет на фейсбуке это увидит ты понимаешь это не должно быть что-то серьезное если мне родители хотят увидеть они мне просто звонят на отца дальше василий говорит на румынском замечательно если он хочет если он хочет не говори скажи пару слов это и патру мы не будем говорить румынесты мы не можем уйти нам лимба наша только мы думаем что никто не может уйти румынеа куста мы не хотим отцелкцать мы сунтем на конкурс айч сперам сфима и бенефаца д момента ашакова залутам кудрак дин израэл с аузами май дебине вопу большое спасибо до свидания всем бай а Субтитры создавал DimaTorzok